Продолжая сюжетную линейку, а именно квест-воссоединение основное, мы приходим к Нику, заодно на столе дело Стерлинга, берем на 2 секунды его расследовать, ничего интересного. Сообщаем ему, что встречались с Келлогом и как бы встреча закончилась тем, что мы выжили. Также от Келлога у нас остался имплантант мозговой, который у нас с собой. И нам нужно каким-то образом попасть в институт. Он говорит, что существует в добрососедстве некий дом воспоминаний, где нам могут помочь. Ну хорошо, идем в добрососедство. Вот этот дом воспоминаний. Заходим. Ник уже здесь с кем-то болтает. Договаривается о том, что нам поможет некоторая Амари. Идем в подвал. Заходим в небольшую лабораторию, которая достаточно богато обставлена. Техническая. Разговариваем о том, что у Амари есть опыт вытаскивания воспоминаний из живых мозгов. И даем ей предмет этот. Она распознает в нем нейроинтерфейс, который совместим с параметрами ника, так как он тоже синт. Садится, его подключают. Включают все это. Войду. Мы пока смотрим, что у нас есть на столе. О, висели с робко, уже неплохо. Ратекс. Стимулятор. Прекрасно. После всей этой процедуры, оказывается, что имплантант закодирован. И необходимо, чтобы мы вдвоем, вместе с Ником, были в креслах. Так сказать, ладно. Садимся в кресло. И начинаем бродить по воспоминаниям Келлога. Келлог маленький, ничего интересного. Обрывочные, редкие воспоминания. Но там уже побольше. На кухне что-то в организме. Так же ничего интересного, по сути. Кстати, ребенок опять в Монгол. Почему? У нас Монгол был. Шон и Мэри Монголка. Стран. Может, китайцы постарались. Ну, вот Келлог договаривается с кем-то. По контракте. Тоже ничего интересного. А вот следующее воспоминание, уже поинтереснее. Он сидит перед агентом института, в окружении синтов. И ситуация в том, что они его нанимают на работу. Точнее, они ему угрожают. Потому что так делать нельзя, потому что он на тот момент уничтожал синтов. А он нам говорит, недвусмысленно, что платите больше. Следующее воспоминание, уже имеет непосредственное к нам отношение. Как раз таки тот момент, когда мы проснулись в убежище 111. Мы видим, что в крепкапсулах все подопытные на тот момент проснулись и пытаются выбраться. Естественно, это бесполезно, потому что все они управляются извне. Келлок вместе с агентом подходит к Нори, пытается забрать ребенка. Нажимая на персонажа и буковку Е, мы можем прочесть их мысли, точнее, что Келлок думает о каждом из них. И что, о нас он тоже думал о том, что надо было прострелить. Ну, в общем, происходит то, с чего начинается сюжетная линия, вообще вся игра. Они забирают ребенка. Следующее воспоминание, мы видим Шон и Келлок в Даймонд-Сити. Келлок чистит оружие, Шон играется просто так. Пару интересных мыслей, ничего не значащих. Чуть попозже, появляется некий персонаж, называющий себя Охотником. Вместе с которым, который дает контракт Келлоку на выполнение убийства одного из ученых. Потом они вместе с Шоном становятся в определенное место. Охотник вызывает какой-то телепорт и твайф переносит. Дальше мы просыпаемся. И нам дается новое задание о поиске этого ученого, который, кстати, окажется супермутантом. Он живет в скалистой пещере на юго-западе от кратера Атома. Кратера Атом находится в самом левом нижнем углу карты. Но это уже другая история.